Если вы заметили, что у человека внезапно перекосило лицо, нарушилась речь, ослабли рука и нога, это может быть инсульт. Срочно звоните 103. У врачей есть 4,5 часа, чтобы спасти жизнь. Состоялось первое в этом году заседание Координационного совета Международного общественного движения «Женщины за безопасный труд и социальную стабильность». Уже седьмой год осуществляет свою деятельность движение «Женщины за безопасный труд и социальную стабильность». Члены этой организации считают необходимостью совместные комплексные действия общества и власти, обеспечивающие системный подход к решению производственных, профессиональных, социальных и других основных проблем современности. Несмотря на то, что в достаточно жестких условиях работает представительный орган, мы сегодня стараемся все-таки принимать обязательства, потому что за нами жители города, за нами те проекты, которые являются связующим звеном, пусть даже в среднесрочной перспективе, что-то мы делали до этого периода. Есть планы в рамках клинитой стратегии в 2019 году до 2030 года, а с целыми показателями до 2035 года. Скрывать не буду, что достаточно сложно удержать ситуацию стабильности и отсутствия социальной напряженности в муниципалитете. Во многом все зависит от понимания, от понимания жителей, от понимания, так скажем, вашего понимания, потому что напомню, что, наверное, никто кроме нас, женщин в этом плане, так активно не волнуется за будущее наших детей, наших родителей, наших мужчин. Потому что мы в первую очередь как раз заявляем необходимость стабильности, уверенности в завтрашнем, определенного спокойствия и самое главное, чтобы было видно и всем понятно, к чему мы стремимся и идем. Далее глава отметила, что одним из ключевых мероприятий является празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ряд мероприятий запланирован по всем направлениям и среди трудовых коллективов города, в бюджетной сфере, в ветеранских организациях, в молодежи. Мы видим, что все активно включились в работу, действуют на территории города. План с ним можно ознакомиться на официальном сайте Возбестовского городского округа. И призываю вас тоже обсудить вопросы тену о том, чтобы тоже включиться в процесс непосредственно общения с ветеранами, приравненными категориями, при вручении медалей, просто при посещении людей. Потому что основная задача, которая поставлена губернатором Собольской области, вывышаем Евгения Владимировичем, не оставить ни одного человека без внимания. Глава города обратила внимание и на реализацию национальных проектов. Не просто слова, а нацпроект и все. Это реальные дела, реальные достижения, которые позволяют изменить жизнь простых людей. Я хочу сказать, даже наших жителей из Бестурцев в лучшую сторону. Я говорю о чем? Я говорю о реализации проекта «Жилище», где в качестве направления рассматривается формирование комфортной городской среды. Видно, что жители очень активно увлечены в эти процессы. Стоит отметить, что одной из главных целей этого международного общественного движения является защита трудовых и социальных интересов женщин и других работников, так или иначе связанных с хризатиловой отраслью, добычей и использованием этого природного минерала. Так, председатель Координационного совета профсоюзов города, председатель профсоюзной организации комбинатора «Лазбест» Леонид Ремезов информировал о прошедшем в январе в Москве Совете хризатиловой ассоциации. В частности, он рассказал о работе проведенной Международной организацией исследования рака. «Несколько лет изучали, брали анализы. В прошлом году завершилось. По итогам было озвучено, что никаких связей к языке возбеста и заболеваниям раком, никаких связей нет. Пока заключений еще нет, но в разговорах уже озвучено, что связей никаких не нашлось. В 2020 году это будет заключение выдано». Члены совета рассказывали о тех мероприятиях, которые запланированы и которые уже прошли. Глава города, подводя итоги заседания Координационного совета, сказала журналистам, что в движение входит не только женщина и асбеста, и что сегодня городу нужна стабильность и отсутствие социальной напряженности, которую создают отдельные оппозиционные группы людей. «Я могу отметить, что в наше движение входит не только женщина города асбеста. Входят и женщины других городов, в том числе Сухой Лог, Малышево, Ревтинский, другие государства даже. Я могу сказать, что и сегодня не исключением является, что среди нас присутствуют мужчины, которые отчитывают и рассказывают нам, как выстроена работа по защите нашего минерала, что делается непосредственно в городе и со стороны градообразующего предприятия, для того, чтобы наши люди были здоровыми, успешными, чтобы дети видели и верили в будущее». Не могу скрыть еще одну особенность. Это, конечно, то, что вызывает сегодня опасения, влияние и иногда давление на общественное мнение со стороны различных оппозиционных движений. Женщины здесь, женщины города асбеста категорично заявляют свою позицию. Вот это просто безобразие, которое нужно прекращать. Как правило, совершенно за отсутствием даже любых гуманных целей, потому что там нет ни культуры, ни воспитания, ничего. Даже посмотрите на собственных детей, как мы воспитываем их, и мы поймем, кто непосредственно занимается руководством, управлением, развитием семейных ценностей, и кто, забывая о своих собственных детях, рассуждает о развитии нации. Так вот, вот здесь категоричная оппозиция женщин есть. Если я еще раньше пыталась сдерживать, то я сейчас вижу, что сегодня женщины заявляют, что эта ситуация недопустима. Нам нужна стабильность. Нам нужно отсутствие социальной напряженности. Нам нужно видеть, в каких проектах город будет завтра принимать участие. Местные оппозиционеры в угоду своим личным амбициям вводят жителей города в заблуждение, стараясь негативно влиять на настроение населения городского округа, что, конечно же, сказывается на социальной напряженности в Азбесте. Юрий Чиликин, Новости АТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова